Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Прошу прощения за большой перерыв. В конце прошлого года, вы знаете, у меня взломали канал, я его восстановила, но вскоре перед Новым годом попала подмодная болезнь. Однако смогла записать вам новогодний фильм на путстве советским гражданам. Я благодарю вас всех за отзывы, комментарии, за поддержку. За это время мой канал поддержали и финансовые зрители. Моя благодарность вам, Марина Павловна Г., Любовь Владимировна на помощь каналу, Георгий Горевич на помощь каналу, Светлана Евгеньевна С., Елена Игоревна С. на помощь каналу. Эти дни я не просто выздоравливала, но и занималась подготовкой отчета по войне, сопоставимой с ядерной в XIX веке и засыпи, глинопотопе городов. Отчет по моей пятилетней работе по сбору данных, информации по этой теме, исследованиям. Все это в моих бесчисленных папках хранилось. И впереди я подготовила очень интересный материал, который по крупицам собирала, в том числе и через многие книги, которые я буквально просеивала. Кстати, новый заказ книг скоро придет, и я прямо потираю руки от предвкушение, что опять найду крупицы сокровища информации. Такие я их постоянно нахожу, казалось бы, в обычных материалах по Москве и другим городам. Кстати, многие, ну прям на лету подсказки даете вы, дорогие зрители, то там, то тут. Так что это наша общая работа. Так вот, проводя аудиции в материалах бездонных, я наткнулась на запись по скайпу 2017 года с человеком, жителем Крыма по имени Леонид. К сожалению, фамилия у меня не сохранилась, его контактов тоже не сохранилось, поскольку у меня летел компьютер, и поэтому вот это все ушло, так сказать, все, что было на компьютере, все адреса и скайпы, контакты. У Леонида оказалась своя личная история о катастрофе, рассказанная в прошлом ему от одного очень пожилого знакомого. То есть это было давно, этот знакомый уже был очень пожилой, то есть он родился где-то до, до, вот в конце 19 века. Там есть версия того, почему люди не помнят об этой катастрофе, потому что это один из многих вопросов у зрителей, почему никто ничего не помнит, почему нигде об этом не сказано. Мы говорили и о глине, которая засыпала города, но у Леонида своя версия, он не поддерживает версию Кунгурова и мою и многих блогеров, что была не природная катастрофа, а война. Он не согласен с завалами глины домов. Вроде бы согласен, а вроде бы не согласен, вы это увидите по разговору. Разговор довольно большой, но очень интересный, на мой взгляд, потому что я сама, когда это прослушивала, эту запись, я, в общем-то, не могла оторваться, мне было интересно послушать, о чём же мы говорили и что говорила я сама три года назад. Несмотря на то, что он сам является носителем уникальной версии, он не согласен с тем, что была война. Ну вот как бы вот ему в это не верится. Но это было три года назад, я не знаю, как сейчас. Это что значит? Что наше сознание прозомбировано и не подпускает близко ничего из того, что не подходит под официальную версию. У нас такой небольшой спор даже получился с ним. Я проговаривала объяснение, свои доказательства. Вот почему я и предоставляю вам эту запись. Потому что там озвучены многие вопросы, которые звучат и сегодня. И постоянно, по сей день люди задают эти же самые вопросы и те же самые ответы. Мне было интересно узнать личную историю, по сути, подтверждающую мою же версию. Хотя сам носитель этой истории не согласен. Интересно, что за эти годы, за эти три года я не только не отказалась от версии своей, но и утвердилась в ней. У меня добавилось огромное количество фактов и доказательств. Но то, что можно было проговорить быстро, фильм так быстро не сделаешь. Но следующие работы будут очень интересные, информативные. И я постараюсь не делать таких больших перерывов. Хотя подготовка к фильму у меня действительно занимает очень длительное время. У меня не получается делать быстрые какие-то вот вот такие, как пирожки лепить и быстрые фильмы делать. Потому что приходится перерабатывать огромное количество информации, прочитывать её, переосмысливать её. Ведь никто же мне не даёт гарантии, что вот в той или иной книге там будет какое-то золотое зерно. А время я на это трачу. Но тем не менее оно всегда, как правило, оно вознаграждается. Я нахожу эти золотые вот крупицы информации уникальной, которая подтверждает мою теорию, версию. Итак, я предоставляю вам эту запись. Я думаю, вам тоже будет интересно. Оставляйте свои комментарии под видео. Может быть, какие-то новые мысли у вас придут. А я в следующих видео продолжу эту очень интересную тему. И, кстати, в этом разговоре Леонид назвал одно место в Малороссии, Каменское или Каменское село. И в связи с этим я перелопатила ещё информацию. И у тебя будет отдельная интересная информация по этому селу в том числе. То есть всё не случайно, всё каким-то таким клубочком многомерным. То есть делаешь одну тему и не думаешь, не гадаешь, где, в какой момент тебе будет подсказка. Вот именно в этой записи, которую вдруг я открыла в трёхлетней давности, мне оказалась подсказка одной интереснейшей теме, которой я тоже занимаюсь. Значит, меня зовут Галина. Да, это он написал мне. Поскольку я этой темой занимаюсь, и у меня есть такое... Даже вчера женщина с одной говорила по поводу того, что, видимо, какие-то пси-генераторы что-ли были. Вот может быть что-то такое. Как предположение, почему люди никто ничего не помнит и не может понять. С другой стороны, ну, что потоп был. С другой стороны, население однозначно о нём знало, потому что предпринимало меры. И вот эти вот световые решётки везде, и в Европе в том числе, то есть приспособление, немножко отодвинули уровень, откопали, поставили стену и поставили решётки. Это говорит о том, что люди понимали, что произошло. А потом как будто вот всё обнулилось. И вот сегодня все как с луны свалились, никто ничего не знает. Культурный слой и так далее. Вот. Но Геннадий мне рассказал, что у вас вот своя какая-то личная история, у жены дедушка был, который вот... Есть ещё вот я слышала от одной женщины, тоже похожего. Алло, слышите меня, да? Да, да. От одной женщины. Но это у неё как бы регрессии в прошлой жизни, а так сильно этим вещам не доверяют и такой момент. А вот личная история, им тоже как бы их, ну, недостаточно, мало, но может быть потихонечку будут собираться, может быть ещё кто-то что-то узнает, скажет, доберётся. Начать нужно с того, что эти темы не принято взяло обсуждать долгое время. То есть после произошедшего существовало табу на данные виде разговоров. Поэтому это сохранилось только среди монахов, которые, ну, в каких-то там своих тайных обществах по всей видимости передавали знания друг другу. А всё остальное, ну, оно выявлялось и стреляло. То есть, цензура, которая, мы же знаем прекрасно, как цензура царская велика. Ага. 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 Это что-то ужасное. То есть, о чём это говорить? А придумали по всей видимости для того, чтобы именно информацию, историю держать над ближайшим порядком. Ну, это говорит только о том, что это было, это было внедрение, и это был захват территории, захват власти. Поэтому табу. Другого смысла в этом нет. Ну, в принципе, всё сходится, в общем-то. Мы на верном пути, мы всё правильно это понимаем. И просто ваш вот этот раз... Вы придерживаетесь имения кунгуров? У меня своё мнение. Ну, как бы я начала с кунгурова отталкиваться, но у меня дата вот этой глины, у меня дата 1860 год. Хотя, может быть, там это всё длилось и 20 лет, но вот как бы последний, когда всё закончилось, и когда началась новая эра, которую, в общем-то, мы уже знаем, она началась после 1860 года. С 61 года, собственно говоря, вот с освобождения крестьян, так называемых, когда вот эти пустующие города, и туда стали приезжать крестьяне из сёл. Стали заселять и Москву, и Питер, и крупные города именно крестьяне, потому что там-то вот этой глины нету. Вот в областях она, её почти нету. Она в основном в городах и городках. Потому что даже в Московской области, вот вся Москва под этой глиной и прилегающие ближайшие районы, а, например, в Шатуре её нет. Понимаете? В Шатуре там совершенно плодородный обычный слой, вот раскопки ведутся, и у них там метр глубина, и уже 5000 лет. Они уже там фатьяновскую культуру находят. То есть там нет никакой глины. Ну, подождите. Тут вот так вот прямолинейно по научному подходить к этому вопросу не стоит. Я могу объяснить, почему. Я живу в Крыму, в Бахчисарай, в городе Бахчисарай. Значит, у нас участок. Пять суток, дом, участок. Я копал ямы, вот, ну, сливния, канализацию нету, центральную, поэтому сливния нету. Так что я обнаружил, что на глубине 40 сантиметров уже помёк у меня в кости. 40 сантиметров, даже меньше. Это у меня на участке. Это вообще культурный слой 10 сантиметров. И дальше идут каменьевые. То есть, если вы начнёте копать, к примеру, ну, вот, на площадке метр-маметр, вы найдёте килограмм 10-экаменевых состей в 100 процентов. То есть, говорят, что это после пиления, якобы здесь было в мелкогоде, и, в принципе, после пиления в большом количестве. Но, как бы, обращая внимание на это, говорить о том, сколько ему лет, если это после пиления, и это было где-то порядка 50 миллионов лет назад, и никуда не делал, 50 миллионов, представляете? То есть, море впрямую было 50 миллионов лет назад. То есть, очень небольшой сумм. И при этом всё сохранилось на глубине 30 сантиметров. То есть, говорить о том, что вот такая мысль соответствует такому-то периоду времени, а вот такая другому, это бессмысленно. Это должно нельзя к этому подойти, как бы, даже приблизительно. Нет, я знаю, это приходится опираться вот на эти... Мы же сначала исходим, вот берём эту, как бы, официальную историю, да, то, что археологи, которые нашу тему, они вообще в упор не видят, понимаете, да? У них это всё культурный слой. И в то же время, вот, беру просто новости, беру Шатуру, и вот там показывают, что археологические раскопки, я просто вижу метр от земли. То есть, там вот часть плодородного слоя идёт, сантиметров 30, как везде. И дальше у них идёт тоже, в общем-то, земля. И они уже нападают на раскопки, которые они датируют. Это как бы их датировка, там, бог с ними, там, может быть, она не 5000 лет, может, она 1000 лет, может, она 300 лет. Но там нет глины, я вот о чём. А вот в других местах, то есть, она, глина, не сплошным потоком выпала. Она вот Москву завалила конкретно, Москву и ближайшие области, которые вот входят сейчас в Москву, которые, скажем, в XIX веке были областями, как Останкино или ещё какие-то вот места, но они тоже сейчас под глиной. А вот уже более дальние районы, там глины нет. Нижний Новгород тоже, например, наверху на откосе завалены вот эти вот глины дома. Внизу они тоже завалены. То есть, и в то же время река, вот она есть. Насколько она была мелководная, была ли там глина, сползала или нет, тоже непонятно, но всё в этой глине. И на сегодняшний момент вот этот плодородный слой, не культурный, а плодородный, он, да, максимум 30 сантиметров везде. И в Москве в том числе. У нас вот на даче то же самое. 30 сантиметров. Вот так, когда подходите, сразу сделают выводы. Нет, я пока ничего не выводу. Я просто говорю, что есть. Никаких выводов пока. Вчера, и, допустим, были на татарском классе. Мы были в Керчи, и мы были в Херсонесе. Ну, Херсонес, Херсонес, это Севастополь. Я, честно говоря, очень сильно портеваю, что это старый город. Я просто... Мне кажется, он ближе, ближе к нашему времени гораздо. Все колонны, которые там есть, это искусственные рамы. Там видно, что это ненатурально. Ну, он литье, во-первых, там даже видно, что он литье. Да, литье, литье. Хотя сделано все-таки вкусно, слоями, как будто настоящие. Ну, это и явно, которые выдают. А там даже есть центровые отверстия такие на этих колоннах. То есть, ну, явно оно на что-то, на чем-то было. Плюс там на некоторых камнях 100% видна пила автоматическая. Мы вот так удивились. То ли это на воде... Видно, что это токарная работа. То ли это на воде, то ли это действительно были эти пилы. Циркулярка. Так вот, что касается Большей Сарая. Значит, там есть 4 кладбища. Старый город, конец, дорога мимо монастыря христианское на Чехутской речке. Возвращение, что кладбище там насчитывает 20 тысяч могилей. Вы представляете? Ага. Размер кладбища старого 20 тысяч могилей. И рядом токарское кладбище, на котором первоначально... Вот я помню, когда я приехал в Крым, лет 15 лет назад приехал, там были еще стояния... Видите, могилей. Сейчас, ну, вчера сейчас был там, зашел туда. Практически ничего не осталось. Тут это все и ничто. Я не знаю, зачем. Какие-то одни обломки лежат. Как будто остались еще могилы. Но по ним опять видно, что это не татарский. Почему это татар, и его назвали татарским, я не знаю. Потому что из тех фрагментов, что остались, видно, что это опять караинские захоронения. То есть, караимы, вы наберете в интернет и посмотрите, караимские кладбища, бахчисаны. Вы увидите. Это они строили такой могильный танк, в виде корабля такой длинный. Да, и там шестерненшевая гнезда, они там не признают, но вот шестигранники, или дужности. То есть, это еврейское кладбище? Ну, они, как бы, они люди, не признающие кладбища. Я что-то помню, да, про караимов, да-да-да-да-да, что-то есть такое. Ну, наверное, это тоже какой-то политический момент, может быть. Я не знаю почему, но дело в том, что я еще в следующие выходные, возможно, съезду на караимское кладбище, я не знаю, в каком там состоянии. На фотографиях есть эти могилы. Вот я хочу посмотреть, остались ли они или их тоже уничтожены. То есть, и сегодня, я так предполагаю, что старое кладбище уничтожат. Продолжают уничтожать. Продолжают уничтожать. Кто это делает, все службы, или кто командует это вообще. Да, это вопрос. Это вообще наводит на мнение, что, допустим, это не человеческий факт, это как бы нечто другое, которое пользуется руками людей. То есть у вас есть... А, вот, разговор состоялся вот еще. Есть тут село Скалистое. Оно находится между Бавчисараем и Пунтеров. Это по дороге на обсерваторию. Так вот, интересный момент такой, что за Скалистым там есть, как говорят, старый могильник. Но я не знаю, почему меня называют могильник. Сейчас я расскажу, что представляет собой это место. Это ущелье. С одной стороны, пещерный город, то есть пещеры. С другой стороны, это долина, более пологая место. Так вот, там копали еще в Советской области. И копали как? Просто культурный слой там достигали 20 метров. Вы можете себе представить? 20 метров культурный слой? Ну, я не знаю, что это культурный слой, но, значит, я сам лично видел там фурфы, начиная от двух метров глубиной и до бесконечности. То есть метров 10 точно. Дальше там видно, что... То есть, что делали геологи и артеологи? Это тянется, вот это, как бы, поселение, или что там было, где-то километров в день. То есть, вы представляете, какое это было поселение? Да, прилично. Да. И вот они шурфили на... Через каждый приблизительно... Ну, где чаще, где реже. Ну, приблизительно, через метров 5-10 не стали чаще. Их, я так предполагаю, где-то 2-3 тысячи шурфов. Вот представьте, какое... И метр это из них до 20 метров. Обалдеть. А вот местные говорили, что... Которые помогали там работать, что там колоссальное количество золота нашли. Ну, в смысле, артефактов. Керамику даже не рассматривали в советское время. Она никого-то не интересовала, как это еще не стоило. А вот что касается... Так вот, там было и кладбище, и старый город, который был засыпан. Какой... Каким катаклизмом все это накрыло... То есть, средняя глубина от 60-50 метров. То есть, культурный слой завалило глину. Да. Что произошло? Я вот смотрел на местность, саму, и предполагал, откуда бы эта глина взяталась. И так и не понял. Почему? Если она просто перемещалась вместе с водою по ущелью и по долине, она бы просто накрыла... Ну, сделала бы площадку лишь долиной ровной. Есть такое, в Семпирополе, под Малосадовым, там есть такие участки, где дно долины очень ровное, как стол. А вот в этом месте, где копались, точнее, копались советские вины, а сейчас охраняют и не подпускают никуда, никуда. Я не знаю, почему, но охраняем. Я сегодня даже, точнее, вчера спрашивал человека, он сказал, куда даже близко для тебя подходить, тем более, что там люди социально в камуфляже рыщат. Нормально, интересно. Так вот, интересное то, что завалена только та часть долины, южная, точнее, ну да, та, на которой люди жили. Ну, там, где было постепенно заваление глистное, там, где в той стороне, где людей не было, оставили голые скалы. То есть, как это объяснить? Я вот даже не могу представить, что могло... И, если бы это было, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как это называют это, тогда, да, оползе. Если это оползе, ну, дело в том, что для оползня, крестая гора, там, где... Там эта земля, ну, понятно, то ли эта культура действительно, ну, в метеонах лет. Вы представляете, что 10 или 20 метров и на глубине людей живут. Или же это, как бы, я не знаю, выборочно просто... Ну, складывается такое впечатление, что все это выборочно. ...сторкого средства вылили... Да, да, вот такое впечатление складывается, да, что именно выборочно заливали. Когда рассказываешь, что был там потоп, и что там это... Ну, ладно, пусть мы с этими... Нет, потоп, потоп называют просто условно. Ну, как бы вот... Ну, как сленг, потоп. Естественно, никто не понимает, что это такое. Он где-то похож как потоп, как сели, растекался, затекал везде, там, выравнивался. Где-то он просто вывалился там вот горами, вот этими холмами какими-то. Где-то уже его откапывали, это уже холмы, которые уже потом рукотворные вывозили эту глину. И наплываете, вот как наплыв, он как бы тек. Но выпадал, он вот или лился густым таким, вот, ну, именно на городах, где жили люди. Вот им или, или после, после, скажем, разрушения, залито это было. Может быть, вот взрывом, не взрывом, но дома были разрушены, крыши снесены, там, стены какие-то. И вот потом это уже все взливалось, потому что эта глина, она и в подвалах в том числе. И мне вот писали, ну, я сама знаю, и мне даже писали вот с Украины, люди, которые, один человек, который в здании копал там, в подвале, он говорит, так мы так даже не докопали, да мы не знаем, до фундамента даже не докопали. То есть копали-копали, не докопали. Что там, там в глубину идет, идет стена, вот в зданиях, в центре Киева в том числе. Поэтому, естественно, пока собирается просто информация, мы хотя бы, ну, понять, что произошло. И то хоть стали говорить люди об этом. Увидели, что это, это явление существует. Но то, что вы говорите, табу было, ну да, похоже на табу. Давайте, давайте вернемся к тому, что мы начнем. Значит, вот этот родственник, девушка, что он конкретно рассказал? Когда он рассказывал, он, в принципе, не так бы так, он тихонько рассказывал, в принципе, он боялся, что просто надеюсь не я. Думает, мне не сошел, мне теперь с ума. Но тем не менее, когда этот человек, который две роли прошел, даже три роли прошел, в Кирске, потом Великой Кирчевке, потом еще и Японский, поэтому этот муд, как бы, человек просто фантазировать, не похоже на фантазию. Но тем не менее, что он именно он не рассказал? Что, когда он был маленьким, ну ребенком, сколько ему там было, пять, шесть лет, много, скажем, сколько, он был в каком-то монастыре, точнее, где-то возле монастыря жил, возле монастыря жил, даже не могу сказать, но общался с монастами. Так вот, они, не то, что я им рассказывал, он слышал, о чем разговаривают они между собой. Ага. Да. И, как он понял, что, где-то 300 лет назад, ну может, это не 300, как монастыря говорили, или 200 точно уже, никто, точно уже не может стоять. Люди проснулись и не помнили, кто, как зовется, кто, как относится, то есть совершенно под чужие. Они умели разговаривать, но никто не помнит, кто, кто чей господинец, кто чей отец, мать, в таком вот плане. И, кроме того, если взять Украину, конкретно, Днепропетровское обе, там, где он, это район Днепродержинска, раньше это было целое Камьянске, ну большое целое Камьянское называлось, Камьянске, да. Так вот, люди жили только в Камьянске, рядом еще было пару сел, а ездил, он, кстати, ездил в Крым с тумаками. Так вот, он говорил, что на протяжении от его села до Одессы не было ни одного населенного пункта. Вот, они шли там порядка месяц потихоньку останавливать, но никого не встречали. То есть, даже период его жизни, ну, то есть, детство это еще, то революция, оно, то есть, не заселено. Ну, вот так вот. Не заселено или погребено? Может быть, но никому не было. Неведомо. Да, да, и кроме того, что что, а, что, насколько он понимает, что они об этом говорили тоже, как бы, украшка. Да, то есть, не принято было об этом говорить, то есть, о том, что случилось, это было табу на, я не знаю, короче, это есть. То есть, человека объявляли великий кон, врунон, и он становился изгород. Поэтому все молчали. Потому что если кто-то начинал об этом говорить, то он становился посмешившим. Придуман мог бы ложиться так. Но это и сейчас происходит, просто за счет того, что интернет уже невозможно это замолчать. А буквально даже многие официальные историки, они же все равно продолжают говорить, что это чушь, бред собачий и так далее. Если бы не было интернета, они бы заклевали, там, кто-нибудь первый заикнулся, и все, его бы заткнули, и никаких вопросов. Это только из-за того, что интернет вот это стало распространяться этой информацией, и всем рот не заткнешь. и люди начали смотреть во всех городах у себя, и уже она стекается эта информация, и ее много, она просто завал пошел. Если вот, я не знаю, там, вы спросили про Кунгорова, вы, видимо, его версию не поддерживаете, да, я так поняла. Кунгорова, ну, как-то, ну, получилось так, я вот и общался сначала, а потом, когда он набрал популярность, в принципе, он, как бы, уже не было времени общаться. А, времени может быть, да, может быть. Да, и я только наблюдал за тем, что он говорит, в принципе, то есть, до этого я не переписывался на эти темы, как бы. Дело в том, что кто такой Кунгоров? Он военный, по-эшу. И что бывший военный мог придумать? Только войну. То есть, я в той версии, что нельзя, допустим, придумать историю и потом, как бы, доказать ее... А на что это похоже? Есть ли уничтожение, ну, населенных пунктов? Я не знаю, но дело в том, что, если он понимает этот ядерный войн в 1812-го года, я совсем не знаю. А, но я вот 1812-й год я даже не беру, там вообще темная история. Вот, и, ну, он, в принципе, я считаю, что он конкретно вышел на какой-нибудь, на 1842-й год. На 1842-й он вышел, да. но 1841-го года это коснулось конкретно красной площади Москвы. Ну, эти события, которые были в 1812-м году, ну, как раз через 30 лет, ну, где-то так, приблизительно. Ну, как сказать, кое в чем я, как бы, не только так. Но сделать какие-то выводы еще раз. То есть, когда он говорит, что это похоже на то, это было так, он просто-напросто как бы стреляет не туда, что за нас. А вот смотрите, вот смотрите. Говорите об этом рано. Просто люди будут смеяться и на этом все закончат. Ну, уже нет. У него уже такое количество 50 тысяч, по-моему, подписчиков, и уже здесь не засмеешь это все. Потом вот эти группы, потом огромное количество людей сейчас начали снимать эти фильмы. Буквально в течение года вот этот вот взрыв такой информационный произошел. Еще год назад этого не было. И уже, вот я говорю, уже так просто не засмеешь. Даже вот я, когда свои фильмы делала, у меня там троллинг был мощный, ну, еще в самом начале. Сейчас вот он все меньше, меньше и меньше. Но народ начал интересоваться. А вот насчет того, что не война, а что же это было? Вот смотрите, есть ли это табу? То есть, если есть, мы наблюдаем явление, в котором однозначно идет какое-то катастрофическое разрушение и уничтожение населенных пунктов, и это замалчивается, и это является табу, и об этом говорить нельзя, это, то есть, это цензура страшная, это говорит о том, что это очень серьезно, и что это однозначно какие-то, ну, военные действия, потому что, а почему замалчивать, собственно говоря, если это природная катастрофа, а что ее замалчивать? Ну, ну, катастрофа, но рассказали, ребята, вот так вот и так, вот так вот случилась такая беда у нас у всех, и потом еле-еле там осталось единицы, крохи людей, и вот они выжили, и вот там как-то приспосабливались жить, а здесь-то действительно идет такой культурный слой, культурный слой, по Москве я сколько, вот я делала фильм и ехала снимать одно место, там уникальный дом такой есть в Москве, на Петровском бульваре, и дом 19-го века, он весь, во-первых, из обожженных кирпичей сделан, то есть восстанавливали, вот из чего попало такое впечатление, он очень красивый, но он из обожженных кирпичей, то есть нормального кирпича не было, обычного, горелый кирпич, и он закопан, рядом с ним был закопанный храм, храм этот откопали только в советское время, ой, после 90-х годов, есть фотографии, до этого он был вровень там землей, то есть он однозначно там во дворе тоже все завалено этой глиной в округе, и вот я попадаю в этот момент на эту съемку, когда идет экскурсия, экскурсовод на белом глазу показывает людям, вот видите окна в земле, это культурный слой, потому что культурный слой в Москве растет метр за 100 лет, все, я записала эти слова, у меня факты железные, и сейчас будет такой небольшой сюрприз по поводу низких окон, экскурсовод нам по-русски скажет, что это такое, представляете? Да. Это было Константинопольское поспорье, строительство, кирпич уложен узором, 19-й век, и все дальше, вот там описано. Заные здесь сестры. Пойду на приспорь. Мам, ну что мы таким не злиру? Вы знаете, что на расстроении растает метр культурного слоя, поэтому очень часто когда в Москве велика, центральная улица, несут, где-то десятки прохожих, Попасть рядом с экскурсией, где экскурсовод четко по-русски говорит, что это культурные слои, поэтому окна так низко. Поэтому они продолжают. И если бы не интернет и невозможность быстро обмениваться информацией, где-то снять, плюс вот эти все смартфоны моментально можно показать, обработать эту информацию, причем коллективно, то это бы, ну, еще бы на сколько-то на какое-то время, это бы тоже так же все было табу и все бы это высмеивалось. Потому что это и сейчас еще есть, когда люди начинают об этом говорить, на них смотрят как на идиотов. Я сама знаю, то есть вот я по себе знаю, что вот эту тему где-то обсуждать нельзя. Но у меня в семье, допустим, уже можно, они уже привыкли, но где-то меня воспринимают все равно как идиотку. Потому что какая война в 19 веке, все бы знали. А знаете, что говорят? Все бы знали. А что, почему никто не помнит? Понимаете? Да, да, Галина. Галина, подождите, давайте сейчас немножко пройдемся. Нет, разговор-то не надо спрятать. Просто, говорит, немножко остановимся на вот этом. Так вот, что касается тех домов, которые вышли под землю. Так. Нужно поправку делать на то, что могли быть затяжные дожди, теми, которые затапливали и приносили много с собой осадочной земли. Это не культурный слой. Это просто грязь, которая осталась после того, как вода ушла. И при этом культурный слой мог доходить несколько метров за сто лет. Знаете, что нужно ориентироваться? Это понятно. Но вот конкретно в Москве и в других городах, я не говорю насчет Крыма, здесь именно глина. То есть это не сель, это не грязь, которая ушла с водой, там после воды осталась. А глина, это совершенно непонятно, откуда она взялась, вот на русское равнине. Потому что глина считается, что это горная порода, да, вот размельченная горная порода. И вот в Москве именно глина. Иногда песок встречается, но чаще всего чистейшая глина. Она бывает рыжая, бывает красная местами. Подождите, подождите, давайте остановимся. Почему, потому что мы начинаем ацепировать вещами, которые мы совсем понимаем? Кто-то не знает, что такое глина вообще. Не, ну вот этот слой рыжий, красный, да, вот как он визуально выглядит? Подождите. То есть, когда вы откроете векистедию и посмотрите, что такое глина, то вы прочтете там буквы правы. То есть, происхождение глины, ты неизвестный, никто не знает. Ты же здесь подписан, да, что вот так, вот так. Но на самом деле никто не знает то, что написано плохо. Вот надо как бы и отключить. Что это? Мы сейчас говорим о том, откуда она взялась. Очень интересный вопрос. Прежде всего, что такое глина, нужно знать. Это не песок. Да, это не песок, да. Глина произошла от развлечения песка, как говорится. Если песок размельчать, это будет все равно песок. Песок, да. Да. Если вот возьмете песок, смешается с цементом, что получится? Биток. Вы смешаете глину, песок, ой, с цементом, что получится, ничего не стоит. Она пишет, что глина, а просто жир. То есть это какая-то субстанция, которая никто не знает, как она возникла и что произошла. Ну, то есть это не грязь. Мне сильно, ну, вот, это не просто грязь вот какая-то вот с водой пришла. То, что она могла быть с водой, дожди проливные могли быть, потому что она, вот, наблюдение. Я просто ведь о чем говорю? Уже о конкретных наблюдениях, о том, что вот уже переработана информация, очень много информации, наблюдения и какие вот первые эти вот выводы, на что это похоже. То есть визуально, что мы видим, вот физически, вот наблюдаем то-то, то-то, на то-то похожее. Здесь никаких выводов, здесь просто именно вот эти наблюдения. И она не просто как бы в сухую заваливалась, она, да, с водой каким-то образом связана, потому что она именно затекала и растекалась довольно ровным слоем. Вот во дворах она вот довольно ровным слоем. На некоторые стены она как бы холмами натекала. То есть есть где-то она как будто как полутакая густая вязкая жидкость, она как бы останавливалась вот неровными такими вот какими-то буграми. Поэтому здесь, да, вот какое-то движение у нее было, вот у этой глины, под которой находятся дома, иногда кости находят, останки. Поэтому вот я почему Крапивинский дом вот этот, потому что там до сих пор находят останки людей в этом доме, в подвалах. И, значит, единственное объяснение этому, никто это не проверял до меня, что там было кладбище. А я про... Они там утонули. Они там утонули. Я проверила, никакого кладбища там не было. Это белый город, черта белого города. И там все было застроено. Никакого кладбища. Но то, что там теряется информация. Просто монастырь этот стоит, не монастырь, а этот храм. Он стоит прямо в центре этого двора. И как бы все вокруг него, вся история вокруг него вертится. И оказывается, что у него вот в 19 веке два раза у него не было... Он закрывался за отсутствием прихожан. Представляете? Куда люди делись? И его даже хотели в 19 веке разобрать на материал, чтобы построить дома. Но какой-то там митрополит отстоял его. И его не дали разобрать. И он оказался настолько глубоко за окопом. И его откопали в 90-е годы. А под ним оказались могильные плиты 18 века. 1700 какого-то. То есть, вот этот завал-засып, он однозначно произошел позже. А вот какие... Алина, извините, я перебил. Какие плиты нашли? Плиты... У меня есть кино. Вы можете посмотреть. Я там все подробно про это сделала. Как раз про этот дом. Вот про этот храм. Там я сделала обзор трех храмов откопанных. Плиты с вилочным крестом. Плиты, они сделаны, насколько я понимаю, вот светлая. Вилочный крест. То есть, не христианский крест. Там нет, там вилочного креста нет. Но там уже написано вот этим славянским шрифтом. Который, в принципе, можно при определенном навыке прочитать. Это русский текст. И там, значит, это уже... Ну, христианство, там раба Божия написано, да. Раба Божия там написано. Вот. Но они вот эти вот белые, белокаменные, скажем так. Ну, мне кажется, это литье. Это, да, похоже на то, что в Лужицком монастыре там вот эти вилочковые кресты. Да-да-да. Это вот все один и тот же материал. Кстати, там дальше, выше этого Петровский монастырь, который вот Евгений Макаров показывал, он как раз вот находится рядышком вот с этим местом. Просто он про это не сказал, а это прямо на одной улице. Вот. Петровский монастырь тоже откопан. Но я даже до него там и не доходила. Просто все невозможно. Я влюбилась вот в это место, потому что там столько тайн. Вы вот потом просто фильм посмотрите, что помнит Петровский бульвар после Крымской войны. А, ну вот там вот это вот, я его исследовала как раз. Вот этот Карапивинский переулок и вот этот дом конкретный. Естественно, что в фильме все рассказать, все, что я нарыла, про него невозможно, потому что, ну, там много информации, которую хотелось бы сказать, но просто невозможно. Люди просто не услышат. Я ему предлагал, когда он говорил про, в каком-то постелке, просто очередной, какой-то опор этот копал, я ему говорил, ну, сделайте там расшурфитинг. То есть определите, взять, допустим, найти здание, которое было, ну, погребено, допустим, первый этаж его презентует. Выяснить действительно. То есть надо более конкретно быть. Есть ли там пункт данный или нет. То есть раньше, вы слышите меня? Да, да, да. Значит, если мы возьмем старые отставочники по градостроению, они существуют, дореволюционные. Так вот, там два вида фундантов. Одни фундантов — это известковые заливные, а другие — каменные, то есть это кладка из природного сада. Так вот, если взять засыпанное здание, возле стены сделать шут на глубину, ну, дойти до конца фундантов, то повод засыпанной стены в стены, то можно определить, то ли это цокольный этаж, то ли это засыпанный бедный этаж. Нет, ну, есть конкретные вещи, когда там окна эти вот откапывают, ну, какой-то цокольный этаж, когда оно в землю уходит или дверь там на этой глубине. Да, это для пестуги делают цокольные этажи. То есть дом по-разному ходу для хозяина, а прислуга жила внизу. Это тоже надо учить. Ну, вот конкретно про вот место, которое я вам говорю, я почему его именно привожу в пример, потому что там помимо прислуги еще храм вот этот был закопанный, он в этом дворе находится. Там все в этом уровне. И вот если дом не откопали, то храм-то откапывали. А дом так и остался, вот да, там чуть-чуть откопали в одном подъезде, там пришлось вход сделать на второй этаж сразу. И вот я там показываю именно окно, которое было, окно со старой рамой, который вот входит вот, ну, как бы в землю. И они чуть-чуть ее вот эту землю откопали, эту. Там это видно очень хорошо. Видно, что там проваливается стена, начинает, что там в глубине есть пустоты. Она начинает разрушаться, дом не ремонтируют. Там сейчас вот Лужков передал его церкви, и там осталось 11 семей, которые не захотели выезжать. И они просто тупо не ремонтируют, он просто разрушается. Именно этот кирпич разрушается, потому что он впитывает влагу, он, естественно, начинает портиться именно от земли. Этот дом очень интересный. И поэтому здесь вот именно конкретно, что никакая-то не прислуга, никакой-то не цокольный этаж, а это именно завал вот этого всего двора. Плюс там я сделала в этом районе еще три места, три храма. Они точно так же откопаны. То есть вся Малая Дмитриевка, весь этот участок, он завален. Конкретно вот я провела эту работу. Поэтому здесь вот, ну, бывает там, если прислуга, бывают такие моменты, бывают где-то, да, для прислуги делают, еще что-то делают. Но вот конкретно в этом случае это именно засыпано, завалено. И шурфы делать не разрешают, это запрещено законом. Ну, шурф можно сделать внутри дома. Ну, опять-таки, это кто будет делать, кто туда пустит в этот дом? Это же, чтобы кто-то, жильцы были заинтересованы. Кто разрешение даст, понимаете? Это же много... Тем более, раз он епархии принадлежит этот... Вот они откопали свой храм. Вот они в этом дворе откопали свой храм по периметру. Это очень хорошо видно. Но он даже на карте Google видно, он как процарапан, как будто. Вот это вот так его откопали. Есть фотографии, как он был завален, заасфальтирован прямо под эти стены в советские времена. Его стали откапывать. Есть несколько фотографий, как его частично начинают откапывать и вот этот асфальт убирать. То есть видно, что начинают вестись работы. И сейчас он совершенно по-другому выглядит. Его отреставрировали, он там внутри весь хорошенький. Лестница спускается вниз, как положено. Там лежат плиты могильные вокруг него. Так что здесь это настолько абсолютный этот артефакт, что здесь уже никаких вот ничего не придумаешь сюда, не притянешь. Потому что есть вот конкретные вещи, которые... Здесь есть такая идея относительно Москвы. Да, Москва стоит на холмах. Я не поняла, вы сомневаетесь в этом? У вас какие-то вопросы возникают? Нет, нет. Я не сомневаюсь. Просто еще такая есть информация, что Москва... Я даже не знаю, как это называется... Как сказать это слово? То есть земля меняет свою высоту. То есть уровень земли меняется. Может где-то возникнуть холм, а потом он может спуститься вниз. Конкретно для Москвы, для многих городов, опять-таки провели исследование, все вот эти точки зрения были учтены. То есть вы сейчас просто повторяете те точки зрения, которые мы уже прошли. И провели вот эти все исследования Кунгуру в том числе. Например, у него есть фильм, где взяты фотографии нескольких городов, нескольких домов конкретно, которые сохранились до наших дней. Фотографии про Кудина-Горского. Один и тот же ракурс взят, и уровень земли... То есть если фотографии про Кудина-Горского это 1900 год, то это 100 лет. И там уровень земли не изменился никак. В разных городах, в разных точках, в том числе в Москве, в Сибири, и так далее, и так далее. Несколько городов. То есть есть этот фильм у Кунгурова. Я вот посмотрел фильм, где рассматривались старые картины, еще за фотографии. Особенно было течение катастрофической, знаете, такие. Так вот, на них, уровни не совсем соответствуют, там, особенно, взять Кремлевскую площадь, Кремлевскую стену, то ли она в другом месте была, то ли... Ну, это отдельное, да, это отдельное такое. Вы изображали ее совершенно в другом мешах. Ну, бог с ним. Тут еще вот, что касается катастрофистов. Вы обращали внимание, что растения растут вверху стен, то есть на остатках строения. Да. То есть получается, глина попала сюда вверх, то есть они растут не на камне, они просто не растут. То есть там была земля. Ну, закидала как-то, да. Да, то есть я к чему говорю, что это падало с неба. Да, да, согласна. Я согласна, именно так, именно так, да. Глина с неба. С неба, с неба, да. Не была приливная волна в результате взрыва. Приливная волна действует совершенно иначе. Она бы просто завалила эти стрелы, все попадает. Нет, конкретно глина, это никакая не приливная волна, я с вами точно совершенно согласна. Это именно ощущение, что это сверху заваливало. Но то, что там могли при этом идти какие-то потом ливни, и это оно как бы, она ее размывала, растекала, это да. Вот это, или потом, может быть, эти ливни были, что она ее вот как бы, она вот именно такое ощущение, что она вот потоками потом, на некоторых фотографиях есть как бы вот эти потоки остались. Понимаете, вот это видно, что вот эти дома, это все как бы вот оно текло, ну, медленно. Но изначально где-то оно как будто, да, вот эти были разрушенные дома, разрушенные стены, и туда тоже все это завалило. Поэтому в этих подвалах они тоже по уши завалены с засыпанной этой глиной. Как она туда попала. А дома потом могли надстраивать, просто это уже не откапывали. Они надстраивали, кто-то откапывал, а кто-то и не откапывал. Они уже надстраивали из того материала, который был, поэтому очень много деревянных, и кое-как сделанных, на хорошем, как бы хорошей кирпичной кладке, и кое-какие вот из чего попало, таких домов очень много. И да, есть побогаче, но вот если посмотреть фотографии, то огромное количество фотографий, где люди делали просто, лепили, лишь бы что-нибудь сделать, где-то жить. Вот такое вот складывается впечатление. Потому что там уже потом, может быть, потихонечку, может быть, они уже начали приспосабливать, откапывать эти нижние этажи. Потому что я слышала, читала, жаль, у меня это полтора года назад, тогда еще как-то не занималась, просто форумы эти читала, и один написал, что они в Москве арендовали место под магазин, и что там вот у них этот подвал, и там вот эта грязь, они ее оттуда выкапывали. То есть до сих пор вот современность. Понимаете? Вот это вот тоже. Там завалено все, этот подвал был, этой какой-то, ну вот грязью с глиной смешанной. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю разговор с Леонидом, потому что мы там еще поговорили, там еще где-то полчаса, но это уже несущественно, это уже к теме разговора не имеет отношения. И так видео получилось очень длительно, но все-таки я подытожу. Вот если вы вернетесь к началу фильма, был разговор о том, почему люди не помнят. Вот версия того, что монахи говорили, что как будто бы что-то произошло. Женщина одна говорила, что возможно психгенераторы, кстати, я допускаю такую возможность, могло быть психгенераторы воздействия, как вот сейчас вышки ставят, да, воздействуют. Почему тогда не могли воздействовать? Могли, потому что были карты спутниковые, у меня есть в фильме эту тему, доказательства, что многие города построены по спутниковым картам. Не так примитивно, как нам предлагали, с коняшками, лошадками, они там, так сказать, по веревочке мерили, ничего подобного. Там были технологии, ого-го, похлеще еще сегодняшние, мы еще не доросли до тех технологий, которые там были уже в этом 19 веке. Либо там третья сила участвовала, либо действительно была развитая цивилизация, но ее грохнули и придумали нам новую историю. Ну вот где-то вот так, наверное. Так что за всем я заканчиваю. Оставляйте комментарии. Надеюсь, несмотря на длительность, вам все-таки было интересно, и вы соскучились. Вот давно не было фильмов от меня. Так что подписывайтесь на мой канал. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания.